Дорогие друзья, еще раз вас приветствую. Сегодня у нас с вами 18 апреля, 18 часов 12 минут. Немного мы задержались по техническим причинам. По традиции проверяем связь, качество связи, звук и видео. Напишите, пожалуйста, как меня слышно, как видно. Поставьте 10, поставьте 8, если чуть хуже, чем 10. Так, десятки полетели, значит все окей, можем начинать эхо. Коллеги, есть у вас эхо? Нет, эхо нет. Значит тогда проблема в ваших устройствах. Друзья, попробуйте настроить звук, попробуйте что-то откорректировать. Друзья, в принципе, я вижу, что некоторые камеры повключали, можете их выключить, чтобы они не отвлекали наших гостей. Не зря, кстати, мы с вами чуть-чуть задержались, потому что прибавилось еще 20 человек, пока мы настраивали техническую составляющую. Хорошо, тогда мы можем начинать. Итак, друзья, я очень рад, что сегодня вы выделили время для того, чтобы мы с вами пообщались на такие основные темы, которые произошли за последнее время в развитии как технологии струнного транспорта, пообщались на тему того, какие изменения в ближайшем времени будут у нас на платформе RSW Systems, и, соответственно, начать бы я хотел с регламента нашей встречи. Я озвучу вам сразу, что мы будем работать ровно один час. Это первый момент. Второй момент. Это первый момент. Работаем час. Второе. Я озвучу то, что я запланировал вам сказать. И третье. Если у нас останется время, я еще из чата выберу несколько вопросов, на которые дам развернутые ответы. Ну, первое, что хотелось бы сказать, друзья, буквально позавчера, 16 апреля, Анатолию Эдуардовичу Юницкому исполнилось 75 лет. Это юбилей нашего уникального, гениального человека, которому мы все верим, которому мы поверили в свое время, когда приняли решение стать инвесторами в технологию струнного транспорта. И многие из вас приняли участие в том, что поздравили Анатолия Эдуардовича лично как видео своим обращением. И многие из вас уже видели непосредственно видеоролик поздравительный, который мы презентовали на нашем YouTube-канале. И также многие из вас писали поздравления в нашем Telegram-канале в открытом чате. И хочу сказать, что Анатолий Эдуардович, мы с ним созванивались вчера, поскольку 16 апреля я не мог к нему дозвониться, потому что был очень большой поток желающих его поздравить. Поскольку мы находимся в разных странах, вот так случилось, что день в день не получилось лично у меня поздравить Анатолия Эдуардовича с юбилеем. И буквально вчера была возможность, мы с ним пообщались, и он был очень тронут, и ему понравилась искренность ваших поздравлений, которые вы писали, поскольку то видео, которое он посмотрел, это лишь малая часть наших клиентов, инвесторов технологии струнного транспорта, которые желали Анатолию Эдуардовичу всего самого наилучшего в его юбилей 75 лет. Поэтому от Анатолия Эдуардовича, друзья, хочу вам выразить большую благодарность за ваши теплые слова, которые вы ему озвучили в эту знаменательную дату. Далее, друзья, многие из вас ждали акции, которая была приурочена юбилеем Анатолия Эдуардовича к его 75-летию, поэтому вы видели, что сегодня была запущена акция юбилей 75, где высоким дисконтом является как раз символическая цифра 75, и плюс 10% вы имеете возможность получить при досрочном погашении пакета, если вы его берете в рассрочку. Это такой, так скажем, подарок для каждого лояльного клиента нашей платформы и для наших стабильных инвесторов, которые уже достаточно долгое время таковыми являются. Отдельно мы с вами поговорим немного позже, насколько эта акция выгодна и насколько сейчас актуально еще расширять свой пакет долевого участия в технологии струнного транспорта, какие в этом есть преимущества, и почему даже по такому дисконту в 75 еще выгодно становиться совладельцем технологии. Я почему говорю еще по дисконту 75, потому что не так давно были дисконты 300, 500, 600, это было всего лишь несколько лет назад. Но прежде чем мы приступим к обсуждению вот того, о чем я сказал, поговорим о преимуществах инвестирования, я бы хотел озвучить несколько насущных вопросов, которые поступали на протяжении последнего времени, особенно это касается акций, которые мы проводим, повышенного дисконта. Я об этом говорил на прошлой встрече, но эти вопросы еще остались актуальны, поэтому я хотел бы повторить причину, почему такие дисконты компания может позволить дать краудфандинговым платформам как нашей, так и нашим коллегам из фонда СВЦ. Все, друзья, очень просто. Мы с вами знаем, что на протяжении всех 15 этапов, которые проходили по и были реализованы, для того, чтобы струнная технология струнного транспорта состоялась, все эти 15 этапов имели, к сожалению, недофинансирование. И вы помните, согласно этапам развития, согласно данному вектору, бизнес-плану, этапы заканчиваются и переходят с одного на другой по двум критериям, по двум причинам. Первый критерий – это объем финансирования, второй критерий – это выполнение работ. Вот в 90% случаев все этапы были закрыты лишь благодаря выполнению работ, которые декларировал Анатолий Эдуардович Юницкий как генеральный конструктор и автор технологии струнного транспорта. О чем это говорит? Это говорит о том, что Анатолий Эдуардович, имея действительно такие уникальные черты своего характера и уникальные способности оптимизировать финансовую затратную часть, и он смог при минимальном финансировании реализовать гораздо больше, чем было обещано и чем было задекларировано. Соответственно, на каждом этапе оставалось определенное количество долей, которые не были реализованы. На первом этапе, на втором этапе, на восьмом этапе и так далее. Соответственно, эти доли, они аккумулировались, да, они сохранялись. Соответственно, сейчас, когда у нас с вами идет 15 этап, когда он один из самых ответственных, самых емких и затратных как по финансам, так и по инжиниринговой деятельности, и на этом этапе финансирование необходимо достаточно большое. То есть вы помните, это практически 15-30% от общего объема инвестирования, который нужен для того, чтобы реализовать скоростной вид транспорта, где компания покажет скорость в 500 км в час. Соответственно, друзья, именно на этом этапе вы и заметили, что очень часто бывают такие акции, которые позволяют нам давать возможность становиться совладельцем технологии по дисконту, который в два, иногда в три раза выше рыночного. Буквально несколько месяцев назад у нас была акция, где дисконт был 100, хотя рыночный дисконт сейчас в среднем 35, от 30 до 50, в зависимости от суммы. А в данный момент у нас с вами есть возможность стать совладельцем технологии по дисконту 75. Так вот, для того, чтобы у вас больше не возникало таких вопросов, почему иногда выпускается такой пул долей по, казалось бы, завышенному дисконту или заниженному, да, смотря с какой стороны смотреть. Но, друзья, это очень объяснимо и имеет свое логическое обоснование. Поэтому я думаю, что, понимая эти моменты, что были на протяжении 15 этапов моменты недофинансирования, позволили компании саккумулировать пул долей, который периодически реализуется в виде разных акций, промоушенов и позволяет инвесторам, клиентам краудфандинговых платформ стать совладельцами на более выгодных условиях. Назовем это распродажа, назовем это специальные условия. Называть можно по-разному, важно понимать, почему это происходит. Соответственно, вот этот вопрос, я думаю, мы с вами сейчас закроем уже раз и навсегда. И у всех есть понимание, почему такие акции происходят. Всем, коллеги, понятно происхождение таких щедрых предложений, которые у нас достаточно часто бывают на краудфандинговой платформе. Если все понятно, напишите, пожалуйста, об этом в чате. Здорово. Я рад, что мы с вами на одной волне. Вы это понимаете. Просто я также понимаю наших инвесторов, которые на протяжении, например, 3 года назад, 5 лет назад по аналогичным дисконтам становились совладельцами. И сейчас они думают, ну, я 3 года назад по такому дисконту покупал и сейчас вот такое предлагают. Но это, друзья, не каждый день. Такое бывает, выпускается на короткое время. Поэтому те люди, которые, те инвесторы, которые становились совладельцами 3-5 лет назад, у вас есть возможность просто расширить свой портфель, либо дать такую возможность вашим знакомым, тем людям, которые в данный момент еще не являются клиентами нашей платформы, не являются инвесторами в технологии струнного транспорта. И такой возможностью действительно стоит воспользоваться. И вот сейчас я хотел бы озвучить свое мнение, почему, друзья, это выгодно делать сейчас. Потому что у многих вопросы возникают, или, например, возмущение, какие-то либо негативные эмоции насчет того, что как бы все долго идет, все долго тянется или не реализуется так, как кому-то хотелось бы. Но с чего бы я хотел начать, чтобы раскрыть именно эту тему? Скажите, пожалуйста, все ли смотрели фильм, который вышел в день рождения Анатолия Эдуардовича на его YouTube-канале, который называется «Следуя за звездой». Он вышел сейчас только на русском языке, но я думаю, что в ближайшее время язык, перевод точнее будет расширяться. Вот, друзья, какие, вот те, кто смотрели этот фильм, какие вы для себя можете сделать, или сделали уже выводы, что касается пути Анатолия Эдуардовича и пути вообще в целом инноватора человека, который способствует изменению определенных технологических инновационных процессов в мире? Вот какие у вас возникли мысли послевкусия? Вы пока сейчас напишите обратную связь, кто смотрел, а я найду вам ссылочку на этот фильм и сброшу в чат. В ближайшее время мы опубликуем на всех наших ресурсах ссылку на этот фильм, но в данный момент я хотел бы с теми, кто смотрел этот фильм, вот получить от вас обратную связь, вы поймете потом, к чему я веду. Да, благодарю, Руслан уже сбросил. Вот ссылка, друзья, на этот фильм, она есть на канале Анатолия Эдуардовича, и в целом настоятельно рекомендую всем клиентам нашей платформы и тем, кто является инвестором, в первую очередь технологию струнного транспорта, подписаться на все ресурсы, личные ресурсы Анатолия Эдуардовича, на его Инстаграм, на его Фейсбук, на его Ютуб-канал, потому что там выходят иногда материалы, которые не выходят на официальных ресурсах. Ну, официальных я имею в виду на сайте инжиниринговой компании, на сайте смежных компаний. Там иногда информация бывает достаточно уникальной. Соответственно, те, кто смотрел, вот Денис написал, никогда не сдаваться. Виктор пишет, никогда, никогда не сдавайся. Окей. Александр, мысли такие, поддерживать финансово до закрытия всех этапов, слава Богу, наш инженер Кремень. Согласен, Александр. А какие еще, друзья, мысли у вас возникли? Давайте дам вам наводящий вопрос, задам. В фильме приводились истории, так скажем, коллег Анатолия Эдуардовича, инноваторов 20 века, инноваторов 19 века, 18 веков. Какие аналогии вы можете провести с тем, как в целом инновации развиваются, как они реализуются и воплощаются в жизнь? Вот я все хочу подвести вас к тому, насколько долго ли идет реализация технологии струнного транспорта, вот если мы говорим в разрезе 10 лет, или это не тот большой срок, который многие себе, так скажем, представили, что это долго, и это утомительно ждать, и все, что с этим связано. Согласен, чем больше нас, тем быстрее жизнь изменим в лучшую сторону. Ну, абсолютно верно, ведь благодаря исключительно краудфандинговой модели финансирования инноваций данная технология смогла состояться. 10 лет ждали, еще подождем. Хорошо, друзья, вы можете дальше писать свое мнение, я сейчас, чтобы времени терять, доведу свою мысль до сути. Я хочу подчеркнуть следующее, друзья. Если смотреть в разрезе времени, ни одна инновация не была реализована за такое короткое время, как это сделал Анатолий Эдуардович. Если мы с вами возьмем непосредственно вот путь с 2014 года по настоящее время, ведь была реализована не только, скажем так, опытный образец, либо, либо вот, так скажем, какой-то прототип. За 10 лет было реализовано сейчас как минимум два готовых продукта, касающихся развития струнного транспорта. Это грузовой и городской вид транспорта. И на все это, друзья, ушло на самом деле не 10 лет, ушло в районе 6 лет. Потому что если мы с вами вспомним, как все начиналось, то с 2014 по 2016 год были первые трудности, которые достойно преодолел как и Анатолий Эдуардович, так и все краудфандинговое сообщество. Вы помните, что технология должна была быть реализована в Европе, в Прибалтике. Этого не случилось. И тогда Анатолий Эдуардович с нуля это начал реализовывать уже в Восточной Европе, совсем в другой локации и начал с нуля создавать свою команду инженеров. И уже из этого выросло целое отраслеобразующее направление, где сейчас, как вы все знаете, работает более тысячи инженеров-конструкторов. Это огромные производственные площади, которые принадлежат компании, с владельцами которого всего мы являемся. Так вот, друзья, если брать по факту, то этот срок реально около 6 лет. Это немного. Если взять весь путь Анатолия Эдуардовича, который он прошел, друзья, вы, когда посмотрите этот фильм, вы для себя по-настоящему поймете, что на самом деле путь инноватора, он очень сложен, он очень тернист, и достаточно легко опустить руки, когда весь мир, по факту весь мир, просто против тебя на каждом твоем новом шагу. И вот в этом фильме это все очень хорошо показано, потому что фильм биографичный, основан полностью на каждом из основных событий жизни Анатолия Эдуардовича. Многое было упущено, потому что все не покажешь за один час, но основные моменты и сложности, которые были на пути Анатолия Эдуардовича, в этом фильме были показаны. Так вот, к чему я это все веду, дорогие коллеги, дорогие партнеры? К тому, что срок, за который было реализовано то, что сейчас мы имеем, он относительно небольшой. Это первое. Второе. В данный момент мы с вами знаем из отчета компании за 2023 год, что компания находится на без пяти минут на реализации не одного, а нескольких коммерческих проектов, причем в разных странах и территориях. Сейчас компания открыла несколько коммерческих представительств и непосредственно в тех регионах, где уже ведется работа над реализацией коммерческих проектов. Поэтому, если говорить о настоящем, в котором мы с вами находимся, о том, что сейчас есть еще 15 этап, о том, что сейчас есть возможность стать совладельцем технологии струнного транспорта, то на самом деле принимать решение присоединиться к этому проекту, присоединиться к большому комьюнити людей, которые инвестируют в технологию струнного транспорта, сейчас намного легче, на мой взгляд, чем это было раньше. Потому что раньше, например, когда инвестировал я в 2014 году, когда инвестировали многие из вас тоже с 2014 года, 2016, 2018, 2020 годов, даже в тот момент еще было очень много рисков, связанных с тем, что будет реализовано или не будет, пройдем сертификацию или не пройдем, как воспримут данную технологию в Объединенных Арабских Эмиратах, когда там строился первый тестовый участок, ну и все, что с этим связано. Так вот, тогда, друзья, рисков было намного больше. Так, я извиняюсь, Руслан, я вас блокирую, и больше, Руслан Ягудин, вот подобные высказывания, которые будут в чате, блокировать этих пользователей, и на будущее, друзья, я вас предупреждаю, что если будут подобные высказывания, которые я сейчас увидел, мы вас будем блокировать в личных кабинетах, и вы просто будете оставаться инвестором технологии струнного транспорта без права возможности работать на нашей платформе в виде агента и нашего представителя. Неуважительного отношения к другим людям, особенно с нецензурной бранью, категорически у нас не будет, друзья, категорически. Извините, я отвлекся. На чем я закончил? На чем я закончил? Да, то, что в данный момент, в данный момент принимать решение и убедить человека, который еще не знает о технологии струнного транспорта, намного легче, потому что посмотрите, сколько всего было сделано и реализовано, и, соответственно, вот набор всех этих фактов, друзья, он не оставляет другого права выбора, как просто принять то, что уже состоялось. А технология струнного транспорта, она по факту состоялась. И сама инжиниринговая компания со своим коммерческим потенциалом уже давно перешла из разряда инновационного проекта, из разряда стартапа в реальный инвестиционный, инвестиционное коммерческое направление. И я вам рекомендую посмотреть серию эфиров, которые были организованы менеджментом инжиниринговой компании, непосредственно Евгением Петровым, который является заместителем генерального директора по маркетинговому направлению. И он вместе с коллегами очень хорошо в этих эфирах освещает то, чем сейчас занимается компания с точки зрения реализации коммерческих проектов и какие есть достижения. Это целая серия эфиров, пять эфиров до Нового года и два эфира, которые вышли уже в 2024 году. Посмотрите, пожалуйста, на это развитие, потому что вот был вопрос сегодня в начале эфира в чате, а что с коммерческими проектами? Друзья, так информация, вот пожалуйста, она есть в открытом виде и нет никаких скрытых, скажем так, от нас действий, которые компания проводит. Конечно, есть коммерческая тайна, все, что касается развития там конкретных проектов и каких-то договоренностей, но все, что нужно нам с вами знать и все, что происходит значимое и значительное в развитии технологии, все в открытом доступе, это все есть. Поэтому, друзья, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас инвестировать в технологию струнного транспорта, на мой взгляд, это намного аргументированней, чем это было даже 3 или 5 лет назад. Если сравнивать, я вам просто обыкновенный приведу сейчас пример из того, что знакомо в нашей повседневной жизни, когда такой феномен, как цифровая валюта, например, тот же самый биткоин стоил копейки, стоил с огромнейшим дисконтом буквально там 8 лет назад и сколько он стоит сейчас. Так люди и сейчас его покупают, когда он стоит и 50, и 60, и 70 тысяч долларов. И люди понимают, что есть дефицит, больше, чем выпущена этой криптовалюты, ее не будет, и поэтому рано или поздно будет еще больший рост, чем он стоит даже на данный момент. Так, а мы с вами сейчас, если проведем параллель с долями технологии струнного транспорта, долями компаний, которые принадлежит интеллектуальная собственность, эти доли тоже имеют определенный лимит, и вход в корневую компанию, где мы все с вами сейчас являемся совладельцами, он тоже будет закрыт рано или поздно. И мы с вами не знаем, когда это будет. Это будет рано или поздно, потому что сейчас компания находится и технология находится на таком развитии, когда вполне возможно, что могут появиться крупные стратегические партнеры либо инвесторы в саму технологию, которые могут рассматривать полное закрытие входа в корневую компанию благодаря крупным инвестициям, потому что технология уже стала действительно конкурентно способной как инвестиционный инструмент, который могли бы рассматривать институциональные инвесторы в других направлениях. Поэтому, друзья, я бы не относился к этому достаточно легкомысленно или, например, с какой-то предвзятостью, как это часто бывает в нашем комьюнити, что долей на все хватит или сколько можно и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, я бы рекомендовал каждому из вас первое вот все-таки посмотреть фильм про путь Анатолия Эдуардовича, который называется «Следуя за звездой», переосмыслить масштаб деятельности, которую он ведет и переосмыслить свою личную значимость в участии этого проекта. Да, мы с вами являемся микроинвесторами. Мы лепту маленькую вносим, но мы вносим лепту, как бы микролепту, но в очень глобальном и большом проекте. И благодаря усилиям каждого из нас этот проект и эта технология состоялась и будет далее выведена на рынок, потому что в этом, друзья, сомнения нет, особенно уже сейчас на данном этапе, когда мы все знаем о том, какие перспективы есть в реализации коммерческих проектов. Соответственно, друзья, вопрос выгодности инвестирования мы еще больше и масштаб не будем раскрывать на других наших встречах, но я бы просто, но я именно сейчас хотел бы сделать акцент на том, что когда выходят такие акции, как сейчас, дисконты 60, 70, 80, тем более, если взять дисконт 75, который есть в пакете в нашем максимальном за 5 тысяч долларов, при разовом платеже идет плюс 10% к вашему пакету, соответственно, дисконт у вас получается не 75, а 82. На пакете за 2,5 тысячи долларов у вас получается дисконт не 70, а 77, потому что 10% добавляется, ну и, соответственно, дисконт 65 на сумму 1000. Если вы разово инвестируете одним платежом, то у вас дисконт не 65, а 72. Соответственно, да, вот верхний не 75, а сколько получается, да, ну да, 82,5 будет. Вот. Поэтому, друзья, об этом всем стоит подумать и переосмыслить, возможно, и по-другому посмотреть на весь этот процесс. Ну, а что касается, друзья, непосредственно краудфандингового направления, которым мы все с вами занимаемся, в котором принимаем участие, я хотел бы вас, вам озвучить несколько новостей, которые будут касаться недалекого будущего. Это будет лето 2024 года. Я думаю, давайте так, на этой встрече, на которой сейчас присутствует, не вижу сколько, больше 100 человек. Кто из вас активно участвует в развитии партнерской сети? Напишите, пожалуйста. Вот эта новость будет касаться больше для вас. Кто активно участвует в развитии партнерской сети? партнерской сети? Так, вижу. Есть у нас партнеры, которые активно развивают свои партнерские сети. Хорошо, друзья. Первое. Что бы я хотел вам сейчас озвучить? Отдельно для русскоговорящей аудитории я хотел бы провести встречу, на которой бы хотел озвучить, какие действия, рынки и страны нам сейчас интересны по тому, чтобы мы интегрировали туда, делали экспансию на эти рынки. И отдельно бы я хотел провести встречу с нашими партнерами из Индии. Соответственно, что для этого необходимо сделать? Всем нашим активным участникам, которые проживают непосредственно в Индии, я бы хотел, чтобы вы мне написали в личку, либо если у вас нет моего личного контакта, написали в службу поддержки, вам служба поддержки мой личный контакт предоставит. И мы проведем закрытую встречу отдельно для наших партнеров, которые проживают в странах СНГ и говорят на русском языке, и отдельно для наших партнеров, которые непосредственно проживают в Индии, и для партнеров, которые говорят на английском языке, это наше мировое комьюнити, все, кто понимают английский. То есть мы проведем три таких встречи, и каждая из этих встреч, она будет отдельно. Анонс этих встреч вы увидите в ближайшее время. На этих встречах мы будем обсуждать такие стратегические вопросы, связанные с развитием конкретных регионов, с организацией мероприятий в оффлайн-режиме и организацией конференций на местах. Это такой небольшой вам спойлер. Ну, а что касается в общем развития нашей платформы, я хотел бы вам напомнить о том, что мы запустили процедуру ребрендинга. на данном этапе была открыта компания под названием Micron Global. Так будет называться наша новая платформа Micron Global. Коллеги, на вопросы отвечу, вот через пять минут я перейду к ответам на вопросы и на них отвечу. Так, не отвлекайте меня, пожалуйста. Значит, первое, первое, была зарегистрирована компания, это было в начале года, в январе. Далее, мы приобрели домен, который так и будет называться Micron Global.com и на этом домене мы с вами будем вести работу уже летом этого 2024 года, но, друзья, это еще не все. Мы с вами будем переходить на более интересный маркетинг-план, на более щедрый маркетинг-план по вознаграждению за вашу активную работу и за участие в агентской сети, где каждый из вас сможет иметь возможность получать свои комиссионные за ваш труд не только с пяти линии, но и достаточно с большой глубины, потому что это больше всего, я думаю, будет мотивировать вас на вашу активную деятельность, на расширение вашей деятельности и, соответственно, мы позволим вам очень успешно, качественно и эффективно строить карьеру на нашей новой платформе. Параллельно с этого, параллельно с этим, друзья, мы запускаем работу над тем, чтобы так, друзья, извините, удалил ненужное сообщение, мы запускаем работу над новым личным кабинетом, который будет максимально современный, который будет иметь много модулей по, так скажем, определенным метриком статистики вашей работы, где будет показана география вашей структуры и все, что связано с самыми новыми и современными, так скажем, инструментами, которые используются в личных кабинетах, в 24-м году все это будет внедрено. И это займет, друзья, достаточно небольшой промежуток времени. Сейчас уже над этим мы очень активно работаем и, соответственно, для всех пользователей нашей платформы, я уверен, это будет очень приятное, так скажем, обновление, которое позволит вам более плодотворно, качественно с нами работать. Поэтому резюмирую. Первое, друзья, будет маркетинг-план новый, будет возможность работать в новом личном кабинете над этим сейчас уже мы запускаем процесс. Да, это случится достаточно быстро, это не будет затянуто на большой промежуток времени. Более того, я не исключаю, что новый маркетинг-план мы протестируем еще на нынешней платформе, на RSVW Systems, и, соответственно, возможно, таким способом мы даже, так скажем, протестируем, вы увидите, как это будет работать, а на новой платформе вы уже сможете выстраивать свою агентскую сеть. Как это будет происходить технически, как это будет происходить на практике, я буду вас информировать, на каждом этапе буду освещать все события, с этим связанные. Поэтому, друзья, нам нужно готовиться к активной и большой и продуктивной работе по всему миру, поскольку, друзья, работа нам еще для нас с вами непочатый край, потому что 15 этап, он достаточно объемный по своему запросу на финансы, вы сами видели, так скажем, сумму, которая необходима для того, чтобы завершить 15 этап, и работы для нас с вами в краудфандинге еще хватит и хватит, и, соответственно, у каждого из вас есть возможность выстроить как карьеру, выстроить для себя достаточно растущий перспективный бизнес в агентской сети, и для этого мы вам предоставим все инструменты, которые вам в этом деле помогут и улучшат ваш результат. И, что касается, друзья, обучения. Я неоднократно говорил, что обучение на нашей платформе, оно категорически нужно, оно очень необходимо, но считаю, что будет разумным все модули обучения, которые у нас запланированы, реализовать их уже на новой платформе. Но пока параллельно будет идти эта работа, мы с вами примем участие в ряде эфиров, которые я проведу, либо они будут вот в таком формате в прямом эфире, где я буду озвучивать все вопросы, которые есть у большинства наших пользователей, либо они будут заранее записаны и выложены у нас на YouTube канале. Соответственно, это будет не прототип обучения, но, по крайней мере, это будет определенный объем информации, который облегчит вашу работу, потому что те видео, которые я буду записывать, вы их сможете выдавать своим партнерам, новичкам и тем людям, которые задают вам тот или иной вопрос, но вы не знаете, как на него ответить, у вас будет видео, которое вы сможете взять у нас на YouTube канале и соответственно передать его интересующимся вашим партнерам или потенциальным клиентам. Соответственно, друзья, у меня на этом все, да, что бы я хотел вам озвучить и соответственно могу сейчас ответить на ваши вопросы. Прежде чем вы вопросы зададите, дайте, пожалуйста, обратную связь, как вам анонс того, что будет происходить и в целом того, что вы услышали, насколько вам зашла информация, которую я озвучил. Окей. Понравилось? Это радует. Хорошо. Хорошо. Все понятно. Так. Информация нравится. очень интересно. Very interesting. Окей. Хорошо, друзья. Когда компания получит прибыль и сможет с нами поделиться? Задает вопрос Олег Гаврилов. Давайте сразу я отвечу на этот вопрос. Олег, вот в вашем вопросе содержится ответ. Компания с нами может поделиться прибылью именно тогда, когда она ее получит. Но здесь на самом деле очень все просто, друзья. Когда компания получает прибыль? Тогда, когда у нее идут заказы на регулярной основе и они только растут, растут и растут. Из видео, которое было в 2023 году в декабре, мы знаем, что компания уже начала выходить на самоокупаемость. Это говорит о том, что у компании уже на регулярной основе появляются клиенты, которые заказывают предпроектные, проектные работы, возможно, технико-экономические обоснования, ну и ряд других инженерных работ и заказов. Это дает компании возможность уже не зарабатывать, а окупать затраты, которые есть у нее на протяжении каждого месяца по содержанию конструкторского бюро, по содержанию офисных помещений, по содержанию производственных мощностей и все, что с этим связано. Далее, следующий этап. Самоокупаемость компания вышла. Хорошо, но теперь уже идет вопрос прибыли. И вот масштаб этой прибыли будет влиять на то, как компания будет принимать решения, что делать с этой прибылью. Реинвестировать ее в развитие технологии, либо часть прибыли выплачивать в виде дивидендов. Причем выплата дивидендов, друзья, может происходить разными способами. Я имею в виду, что выплата дивидендов не подразумевает выход компании на публичный рынок. Это не означает, что компания должна выйти на IPO. В декабре 2023 года автор и собственник технологии сказал следующее, что к 2025 году компания приложит все усилия для того, чтобы создать механизм или вот дословно планирует создать механизм по выплате дивидендов. Это говорит о том, что будет создан механизм по выплате дивидендов. Но мы с вами должны правильно понимать, что это планы, которые есть на 2025 год. И мы с вами тоже, как взрослые осознанные люди, должны понимать, что на планы тоже могут влиять разные внешние и другие факторы. Поэтому моя позиция следующая. я надеюсь на то, что в 2025 году этот механизм будет реализован. А речь идет о финансово-юридическом механизме. А речь не идет о конкретной выплате в конкретный месяц дивидендов. Это важно понимать, потому что об этом видео я ни одного слова не услышал. Я услышал о том, что будет планируется создание финансово-юридического механизма по выплате дивидендов. Поэтому мы с вами просто ожидаем, когда этот процесс будет реализован. И это, на мой взгляд, самая первая и самая разумная позиция. Вот. Поэтому отвечая конкретно на вопрос, когда? Тогда, когда у компании будет достаточно прибыли, чтобы ее можно было уже распределять между инвесторами. так, дальше. Интересует обратный выкуп дальней, планируется ли в этом году? Олег Сошников. Олег, нет у меня информации на этот счет по поводу обратного выкупа долей. Возможно. Далее. Так. Участие предполагает внимательное отношение к участникам в инвестициях. Согласен, Роза, это пожелание или констатация факта не совсем понял. Так. Далее. What about дивидендс? Это я ответил. Так. Секундочку. Будет ли произведен... так, это я уже ответил. Ну, друзья, по поводу выкупа долей ответы дал. Еще два вопроса, и мы будем заканчивать нашу встречу. Сейчас вот я переведу вопрос от нашего партнера, который написал на английском языке. Одну секунду. очень важный вопрос, задал наш партнер Вишнеж. Ну, не знаю, как правильно прочитать, извините, но задаю вам, точнее, отвечаю на ваш вопрос. Имеет ли мировое сообщество право продавать акции перед IPO? Я видел много видеороликов об этом в Facebook. Заключила ли компания какую-либо договоренность или контракт с этой компанией для законной продажи перед IPO? Коллеги, мы и инвесторы и партнеры. Я хочу сделать акцент на том, что компания, которой принадлежит интеллектуальная собственность, она не продает акции. То, что сейчас мы с вами чем являемся совладельцами, это доли компании, доли в компании, которой принадлежит интеллектуальная собственность. Соответственно, это не предпродажа перед IPO, это продажа долевого участия в конкретной компании. Это первое. Второе. Эти доли в перспективе они станут ценными бумагами, акциями, когда будет произведена конвертация. А конвертация будет произведена тогда, когда будет создан финансово-юридический механизм именно для этого процесса. И еще раз повторюсь, я уже сегодня говорил, что для выплаты дивидендов, выплаты прибыли нет обязательного условия, чтобы компания выходила на IPO. Есть другие способы, как эту прибыль нам выплатить. и для этого есть большая команда и команда опытных профессионалов непосредственно финансово-юридического направления, которые над этим работают, друзья. Поэтому необходимости в том, о чем написал наш партнер, задавая вопрос о продажах перед IPO заключением контрактов каких-либо компаний и брокеров, в этом необходимости нет. Далее, почему слабое Ютера, почему такое слабое пополнение идет? Зула задает вопрос. Я бы не сказал, что проект Ютера развивается достаточно слабо, потому что уже на данном этапе достаточно большое количество инвесторов появилось в этом направлении. Это первое. Второе, объем инвестиций, который нужен, он постепенно накапливается, реализуется. Я не так давно на эту тему общался со своим коллегой, с Евгением Кудряшовым, спрашивал, как идет это направление и достаточно успешно наши коллеги в этом направлении развиваются. И также хочу напомнить, что все клиенты платформы RSW Systems, которые хотят поддержать отдельное направление и отдельную разработку, даже не разработку, а реализацию уже конкретного завода по производству конкретного продукта, потому что проект Ютера, Гумус, это готовый продукт, который уже испытан, апробирован, который прошел все испытания, все возможные, и уже этот продукт успешно реализуется в Республике Беларусь. Да, уже есть целая сеть магазинов, которая продает этот продукт. И вот тот проект, тот завод, который реализуется в Объединенных Арабских Эмиратах непосредственно по строительству завода Ютера, он будет выпускать уже готовую продукцию. То есть там не нужны средства на разработку, тестирование, все, как это, например, было и есть в технологии струнного транспорта. В Ютера есть уже готовый продукт. И все клиенты платформы RSW Systems смогут воспользоваться платформой наших коллег и там стать совладельцем непосредственно этого направления, этого завода и расширить свой инвестиционный портфель. Поэтому, ЗУЛА, я не соглашусь с вами, что там идет слабо, потому что коллеги запустились буквально осенью, а уже к концу этого года, начало следующего, планируется запуск первой линии. поэтому, я уверен, что там все идет по плану. Так. Сейчас, друзья, и давайте еще один вопрос и заканчиваем. Задают вопрос по поводу геополитической ситуации, которая в мире происходит. Компания имеет определенную диверсификацию, как геополитическую, так и инжиниринговую, так скажем. И в целом, как бы, однозначно любые события, которые в мире происходят, геополитического масштаба, так или иначе могут влиять на разные процессы. Но на данном этапе все, что происходит в мире, прямо не влияет на то, как компания развивается. В этом наша и уникальность, потому что технология струнного транспорта, она не принадлежит какой-то стране. Технология струнного транспорта не является, так скажем, привязана к какой-то географически какой-то, как я сказал, стране, так и какому-то политическому течению или еще что-то. Сама технология, инновация, она по своей сути, она априори аполитична. Поэтому хочу сказать следующее. мы пережили ковид. И во время ковида компании, которым было по 30, 50, 70 лет, ушли с рынка. Компания, которая развивает технологию струнного транспорта, не только во время ковида выжила, она еще очень сильно шагнула вперед. То, что сейчас происходит в мире в сфере геополитики, когда идут войны, причем в разных уголках земного шара, слава Богу, это сейчас не мешает самой технологии развиваться. Я уверен, что так дальше и будет, потому что сама технология, она настроена и, скажем так, не настроена, несет в себе миссию созидания, миссию сохранения, сохранения природы, сохранения нашей земли, сохранения человеческих жизней. Поэтому, друзья, вот та миссия, которую несет сам лично Анатолий Эдуардович, вот особенно, еще раз напомню, посмотрите обязательно фильм его биографичный, вы увидите, что есть там присутствует такая фраза, идея, время которой пришло, ее не остановить. Поэтому, вот как раз никакие, я уверен, что никакие события в мире уже не остановят реализацию, внедрение и масштабирование технологий струнного транспорта в мире. Хорошо, тогда я благодарю вас за эту встречу и хочу попросить вас про, так, сейчас, секундочку, Дмитрий, инвестировать в Ютера вы можете на платформе СВЦ у наших коллег. Вы там регистрируетесь, выбираете для себя подходящие вам пакеты, становитесь совладельцем этого направления, этой технологии, этого завода. друзья, в конце встречи сейчас, я сейчас обращаюсь к нашим партнерам, которые слушали перевод на английском языке и которые слушали перевод на языке хинди. Дайте, пожалуйста, качество, обратную связь по качеству перевода, насколько вам понравился перевод, до качества перевода по оценке от 1 до 5, потому что мы хотим для вас давать качественный, так скажем, сервис, да, и хотели бы, чтобы вы дали обратную связь, насколько вам понятно, потому что есть языковые особенности русского языка и английского, это одна история, русский и хинди другая история, поэтому возможно мы перейдем на практику перевода не с русского языка на хинди, а возможно с английского на хинди, для того, чтобы так было понятно, потому что запросы были от наших коллег, что вам проще, вот я сейчас к партнерам с Индией обращаюсь, вам проще понимать перевод не с русского на хинди, да, а с английского, ну вот я вижу, да, кому-то заходит, кому-то не заходит, кто-то 10 ставит, кто-то один, но мы, друзья, в любом случае будем выбирать для вас лучшие варианты и будем тестировать так, чтобы устраивало это большинство наших клиентов. Хорошо, друзья, ровно сейчас, как мы с вами работаем, искренне благодарю вас за сегодняшнее участие в этой встрече, и напомню, что отдельно я хотел бы пообщаться с аудиторией из Индии, отдельную встречу провести онлайн и отдельную встречу провести с партнерами, которые говорят на русском языке и отдельную встречу с партнерами, которые говорят на английском языке, потому что сейчас я прорабатываю стратегию того, как мы будем запускать новую платформу, я хочу подготовить график международных мероприятий в разных странах, именно физических, для того, чтобы вы могли организовать у себя большое количество людей для оффлайн встречи, возможно, в которой я лично тоже буду принимать участие, и, соответственно, нам необходимо с вами будет очень плотно поработать вот с каждой аудиторией в отдельности, да, с Индией отдельно, с англоговорящей аудиторией отдельно, с русскоговорящей аудиторией отдельно, поэтому, друзья, еще раз вы берете мои контакты у службы поддержки и пишите, даете заявку на участие во встрече, либо пишите, у кого эти контакты есть, и мы с вами уже дальше продолжим в индивидуальном порядке формировать наш рабочий регламент. Благодарю еще раз всем хорошей, продуктивной окончании этой недели, не забывайте, что у нас до 30 апреля проходит акция с повышенным дисконтом, воспользуйтесь сами, проявите сейчас активность в том, чтобы дать такую возможность вашим друзьям, знакомым, людям, которые еще не являются совладельцами технологии струнного транспорта, дайте им возможность зайти в этот последний вагон, потому что такие дисконты, друзья, они будут еще повышенными, но не будут такими высокими, я так скажу, да, акции однозначно, конечно, будут, мы с вами это понимаем, но вы видите, с каждой акции дисконт все ниже, ниже и ниже, и настоятельно рекомендую, посмотрите фильм Анатолия Эдуардовича Юницкого, который имеет название «Следуя за звездой», и этот фильм вы можете использовать просто как, вот, знаете, вы хотите дать человеку информацию о том, чем вы занимаетесь и что предлагаете, дайте ему этот фильм, пусть он выделит час времени, он посмотрит масштаб деятельности, которую ведет гениальный человек современности Юницкий Анатолий Эдуардович, пусть они посмотрят на его путь, и поверьте, после просмотра этого фильма, после разумной рациональной оценки происходящего, они, эти люди обязательно станут совладельцами технологии, поддержат этот проект и станут маленькой частицей нашего глобального проекта и сообщества, в котором мы с вами находимся. Всем желаю успехов и до новых встреч. Благодарю.